Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня мы с вами снова поговорим о том, каких правил надо придерживаться, если вы занимаетесь домашней записью. Итак, очередные 10 полезных советов домашним начинающим звукорежиссёрам. В интересное мы с вами время живём, друзья, товарищи! Хочешь заниматься музыкой? Да пожалуйста! Всё, что для этого надо, это компьютер и интернет, из которого вы себе абсолютно легально и бесплатно сможете выкачать и рабочую станцию, и всевозможные инструменты, и тонны библиотек со звуками. Сиди себе, фантазируй, лепи кирпичику кирпич и получай удовольствие, наслаждайся результатом, давай послушать близким, наконец, распространяй своё лично созданное по интернету. В интересное время мы с вами живём. И вот здесь возникает самый главный вопрос. Нам достаточно наших базовых знаний и умений в записи музыки или же мы хотим двигаться вперёд и развиваться дальше? Если второе, друзья мои, то ловите очередную методичку, которая, на наш взгляд, обязательно должна будет вам помочь найти свой правильный путь и не делать лишних телодвижений. И первый номер нашего пособия мы решили присвоить самому главному вопросу. Внимание на экран! Друзья, очень важно для себя всегда иметь чёткий ответ на прямой вопрос. Зачем или почему мы начали заниматься музыкой? Я почти не сомневаюсь, что подавляющее большинство ответов будет выглядеть примерно так. Для себя, для удовольствия. Было очень интересно попробовать, а потом затянуло. Ну и наконец, просто позову сердца и души. И очень маловероятно, что найдётся хоть кто-нибудь, кто сумеет заявить, что начал заниматься музыкой ради того, чтобы заработать денег. Ведь правда же? Хотя деньги здесь могут появиться, но, как правило, нежданно-негаданно и как вознаграждение за усидчивость и прилежность. Но изначальной целью это быть никак не может. На первом месте всегда должно стоять получение удовольствия от процесса работы, от результата, к которому мы приходим, и от того, как, наблюдая за собой со стороны, мы замечаем движение, развитие и рост. Исходя из всего этого, продолжайте создавать музыку и получать от этого удовольствие. А если вдруг этого больше не происходит, приостановитесь, проанализируйте и разберитесь во всём, что творится вокруг вас, или найдите проблему внутри себя. Иначе ничего хорошего из этого не получится. Одним из самых главных условий создания хорошего материала было, есть и будет чёткое определение своего собственного стиля или почерка. Нет, речь, конечно, не идёт о том, что вам надо создать совершенно новое направление в музыке, хотя почему бы и нет. Речь о том, что вам надо представлять своё творение именно так, как вы его чувствуете, а не так, как это делают другие музыканты, играющие в этом же музыкальном стиле. Иными словами, от песен своих кумиров вы можете получить вдохновение, настроение, общую идею песни и какие-то подсказки в виде отдельных штрихов и приёмов. И уже на основе всего этого искать свои собственные фишки и вырабатывать свой собственный стиль. Запомните, полное бездушное копирование не будет интересно никому, ваше творчество может быть лишено не только признания, но и внимания вообще. В конечном итоге вам это всё быстро надоест, и вы забросите это занятие или надолго, или насовсем. Поэтому не торопитесь выпустить в свет лишь бы что, лучше хорошенько постарайтесь и сделайте то, что надо. Самое потрясающее в создании музыки сегодня, это то, что нам совершенно необязательно владеть каким-либо музыкальным инструментом. И ни для кого не секрет, что многие наши коллеги по увлечению прекрасно справляются одной только компьютерной мышкой. Да, но оправданием тут может быть только тот момент, что реально у человека нет ни финансовых, ни каких-то других возможностей осваивать какой-либо музыкальный инструмент. В остальных случаях мы с вами должны понимать, что даже самое маломальское умение играть на любом инструменте значительно расширит ваши музыкальные фантазии, позволит придумывать какие-то новые ходы и мелодические фразы, импровизировать с гармонией и даже слышать, так сказать, наперёд развитие всего вашего произведения. А это очень и очень важно. Так что, если есть под рукой какой-то инструмент или есть возможность его как-то приобрести, даже не рассуждайте. Берите, учитесь, развивайтесь. То, что это пойдёт только на пользу, вы очень скоро поймёте. Продолжаем. Никак не можем мы очередной раз не обратить внимание на частое заблуждение многих музыкантов и звукорежиссёров. Мы об этом неоднократно твердили во многих наших подобных лекциях, что секвенсоры звучат по-разному и от правильного выбора будет зависеть качество выпускаемого продукта. Или ещё одно. Моя музыка зазвучит в разы лучше, если я установлю себе вот эти безумно дорогие плагины, которые по совету коллег я сейчас приобрету в обход всех магазинов и кассовых аппаратов. Друзья, и то, и другое неверно. Станции за звук не отвечают вообще, а лишь создают какое-то определённое удобство для работы в них. Каждая по-своему и темы отличаются. А что касается обработки, то давайте честно и откровенно признаемся себе в том, что мы и на 50% не изучаем возможности стандартных плагинов, то есть зашитых в секвенсор или пришедших в комплекте с картой, а сразу кидаемся в поиски гипермодных обработок, о которых только что узнали от крутого обзорщика. Непонятно, как их добываем, и потом применяем их часто не там, где надо, используем их потенциал не полностью или по понятной причине имеем их неполный функционал. Вот и всё. Так что давайте для начала досконально изучим всё то, что у нас уже есть, не будем захламлять компьютеры всем, что советуют тысячи доморощенных саунд-дизайнеров, и во многих случаях понимание, что вам уже всего хватает, может прийти само собой. И вот когда научимся понимать работу своих плагинов, поймём где и когда какую ручку надо крутить, тогда и видно будет, чего нам не хватает, что нам ещё надо и надо ли вообще. Поехали дальше. Частая история, которую можно наблюдать в нашем музыкальном мире, это когда кто-то схватился за идею, кинулся к компьютеру, включил микрофон и клавиатуру и запустил процесс записи. И потом одержимый порывом эмоций, сидит наш трудяга до 4 часов утра, творит что-то супер офигенное, переслушивает эти полкуплета или полприпева по 25 раз, кайфует и никак не может расстаться с этим кайфом, хоть глаза уже давно слипаются и мозг находится в состоянии полуадеквата. Затем бессильный, но довольный падает спать с мыслями о том, что вот завтра я это всё доделаю, и это будет просто бомба. Однако завтра новая идея внезапно вредилась в его творческое сознание, о своём вчерашнем кайфе он временно забывает и пишет уже нечто новое и, как ему кажется, ещё более интересное. Друзья, в этом нет ничего плохого, даже наоборот, можно позавидовать, что человек атак прёт. Но проблемой может быть то, что вот таких набросков может собраться очень немалое количество, и с каждой новой идеей возвращаться к самой первой мысли, от которой недавно балдели до раннего утра, будет хотеться всё меньше и меньше. Поверьте, проверено. Так вот, во что бы то ни стало, приучайте себя доводить начатое дело до конца. Через паузы, чередуя с другими проектами, но вы должны привести каждую свою мысль к логическому завершению. Потом уже анализируйте и выбирайте что-то более удачное, благо будет из чего выбирать, но ни в коем случае не останавливайтесь на полпути. Знаете, к чему это может привести? Думаю, догадываетесь. Полный компьютер фрагментов, отрезков и набросков и ни одной полноценной песни. В конце концов, ребятушки, руки могут и совсем опуститься. Увы, но это так. Совершенно естественно, разумеется и обязательно, как только вы опубликуете своё любое произведение, тут же вокруг него появятся и почитатели, и разного рода критики, и фанаты с поклонниками, и даже совсем наоборот. Так вот, ваша задача научиться очень чётко отличать конструктивную критику от воплей хейтеров и адекватные замечания и советы от поучительных уколов завистливых неудачников. Ну, с последними судьба сама разберётся. А вот по поводу опытных музыкантов, да. Для вас никак не будет лишним их любое критическое замечание, поскольку в нём может быть как раз-таки что-то то ценное, к чему вы ещё не подобрались в силу своей неопытности. Так что за добрую и полезную критику отвечайте людям словами благодарности, ну а всем остальным просто пожелайте удачи! Стоит ли упоминать эту прописную истину? Стоит. Ещё никогда и никому какие-то дополнительные занятия или уроки ничего кроме пользы не приносили. И даже если вы считаете, что ваш процесс работы чётко систематизирован, и вы понимаете в вашей музыке всё до самых мелочей, останавливаться на достигнутом никак нельзя. Найдите несколько полезных для себя источников, где пишут или вещают нормальные люди и доступным языком. Следите за их новостями, делайте некие закладки и шпаргалки, чтобы что-то новое и интересное у вас всегда было под рукой. Короче говоря, не стоим на месте, друзья, постоянно развиваемся. Иначе в нашем мире уже и не получится. Одна из самых страшных проблем, с которой сталкиваются многие музыканты, это так называемая творческая зацикленность. Сколько бы вы не продолжали сочинять, это всё звучит очень похоже на то, что у вас уже было несколько раньше, ну вот попала машина в глубокую колею и выехать оттуда ей никак не получается. Друзья, делаем вынужденную остановку, чтобы не доводить положение до тупикового или вовсе не поймать лёгонький панический депрессняк. Могу даже привести примеры из личной практики. Вот вы наверняка видели наши обзоры на студийные мониторы, где для демонстрации излучания колонок я использую треки из платной библиотеки. Так вот, за не такой большой промежуток времени пользования этой библиотекой я уже знаю тамошних авторов и ко многим, к сожалению, больше не обращаюсь за материалом. Почему? Да потому что я знаю, что это будет тот же самый темп, та же самая тональность, тот же самый набор инструментов. В пятом такте я обязательно услышу дырку на первую долю и бочку с тарелкой на вторую. Ой, друзья, как же это неинтересно! Человек просто превратился в робота, и каждый новый трек творит путём изменения двух-трёх дорожек в предыдущую. Типа поменял какой-то мелодический ход, чуть сменил линию баса, кое-где видоизменил гармонию. Это катастрофа! Работать откровенно по штампу, по клише не только недопустимо, но и опасно для самого музыканта. Творческий процесс уже отсутствует, мозг не развивается, человек штампует в день по пять композиций в надежде, что вдруг хоть что-то скачают и ему капнет пару центов. Деградация попахивает, друзья мои. В итоге, если стали замечать, что попадаете в некую колею, пробуйте поменять что-то в самом процессе или даже времени записи, послушать какую-то музыку не из вашего стиля, включить в аранжировку некий инструмент, о котором раньше и думать не могли, и просто пролистывали его, гуляя по библиотеке. И, наконец, попробуйте просто немного отдохнуть, пообщаться со старыми друзьями на отвлеченные темы, съездить на рыбалку, погулять в парке со своей леди. Короче, отдохните, наберитесь новых сил и, в конце концов, соскучитесь по любимому занятию. Это ещё один очень полезный приём в создании музыки. И хоть в целом этот процесс принято считать сугубо личным, но чтобы не замыкаться на самом себе и не попадать в истории из предыдущего пункта, будет очень полезно поискать единомышленников, которые пишут похожую музыку. Обменяться с ними каким-то опытом, а заодно плагинами и инструментами, оценить их работы и услышать полезные замечания по своим трекам, или вообще попробовать выпустить в свет какой-то совместный проект, если будет достигнуто полное взаимопонимание с потенциальными коллегами. Пробуйте, и кто знает, может быть, это окажется тем самым необходимым и недостающим звеном во всем вашем творчестве. И последнее на сегодня, это пункт, который выступает полным противоречием сегодняшней темы и призывает к полному музыкальному беззаконию. Друзья, ну понимаем, что это с долей юмора, а если несколько помягче, то нарушать общепринятые правила, это не всегда плохо. Достаточно много примеров, когда музыканты преуспевали на этой ниве благодаря именно тому, что доверились своему чутью и рискнули пойти поперёк системы. Понятно, что такие примеры можно отнести к уникальным, но запретить вам пробовать никто не сможет. И предугадать исход ваших экспериментов тоже не возьмётся никто. Даже вы сами пока не попробуете. Так что импровизируйте, ищите, фантазируйте и воплощайте. И не бойтесь криков со стороны, что так нельзя, ты делаешь всё не так, как положено и в том же духе. Как положено, об этом как раз-таки рассказывают многочисленные учителя, чтобы пересказать то, что написано в умных книжках, чтобы дать какую-то порцию полезной информации и направить на какие-то устойчивые рельсы. Но как стать яркой индивидуальностью, какими нестандартными приёмами обратить на себя внимание аудитории, об этом вам могут рассказать лишь в общих чертах. Всё остальное находится в вас самих. Друзья, вот и всё на сегодня. Будем очень рады, если все наши подобные лекции, а их становится всё больше на нашем канале, сумеют вас как-то мотивировать и помочь найти отправные точки и правильные векторы вашего движения. Мы постараемся и дальше вас поддерживать полезной информацией и по возможности помогать решить возникающие проблемы. Так что пишите нам, не пропускайте новые видео и занимайтесь любимым делом только в удовольствии. До встречи! Для вас никак не будет лишним их любое критическое замечание, поскольку в нём может быть как раз-таки что-то то ценное, к чему вы ещё не подобрались в силу своей неопытности. Так что за добрую и полезную критику отвечайте людям словами... Всё то же самое...